Кто виноват в гибели белок на территории парка Степаново? Таким вопросом озадачены пользователи соцсетей. Появились фотографии мертвых животных, которых посетители парка находили уже несколько раз. Кто-то из ивановцев предположил, что убийца белок – хорек, но специалисты Ивановского госуниверситета в этом смеваются. Хорек все-таки это наземный хищник, и тоже, собственно, хорек вряд ли сможет добывать белок. На белок может охотиться лесная куница, которая так же, как и белки, лазает по деревьям. Но все-таки куница добывает белок чаще всего в их гайне, в дупле, в гнезде, когда у белки выводок. И поедают их молодых бельчат, иногда могут поймать взрослую белку. Но это редкая добыча для куницы. Есть у белок и другие враги – хищные птицы, ястребы и совы. Однако, как нам сообщили в администрации парка, реальную угрозу для пушистых зверьков видят в бродячих собаках, которые беспрепятственно бегают по территории парка и нередко дежурят у беличьих кормушек. Посетители парка как минимум трижды видели, чтобы на белок нападали собаки. В одном из случаев пушистого зверька даже удалось спасти, но, к сожалению, он долго не прожил. В том, что в гибели белок виноваты собаки, специалисты Ивгу также сомневаются. Ведь белки отлично лазают по деревьям и в случае опасности смогут убежать. Здоровую белку, да, в здравом уме и трезвой памяти собака не поймает. По всей видимости, здесь имеет место какая-то другая причина. Предполагаю, что, возможно, это эпизодия, то есть какое-то заболевание, что, в общем-то, характерно для грызунов. У них есть целый ряд опасных для них заболеваний, которые могут привести к смертельному исходу. Чтобы достоверно выяснить, в чем причина гибели животных, необходимо провести вскрытие. Только так можно опровергнуть или подтвердить другие опасения. Отравление это, насительственная смерть от рук людей или все же инфекция. Ведь хищники убивают грызунов ради пропитания. Просто так это делать могут только люди. Любовь Почерникова, Денис Денисов, РТВ Иванова.